Итак, ребята, мы находимся в Патак Рентакар в городе Дубай. Сегодня нам предоставим прекрасную возможность показать, протестировать прекрасный спортивный автомобиль Audi R8 Spider. И это мы сделаем на красивой улице Дубая. Поехали! Мы находимся на Пальмах Джомейра. Это остров формы пальмы. Выбрали это место, потому что здесь, во-первых, прекрасно видно город. Во-вторых, здесь очень легко снимать. А теперь посмотрим наш спортивный автомобиль. Конечно, первое, что сразу мы замечаем, это мягкая крыша на электрогидроприводе. Закрывается она у нас при скорости 50 км в час. Быстрота закрытия 20 секунд. Ну, не советую пробовать закрывать ее в движении. Стоит заметить, очень сложный аэродинамический рельеф машины и, конечно, крупные воздуховоды для охлаждения мотора. Так, для начала попробуем открыть верх. И это самая приятная часть всего этого процесса. Так, машину запускаем, выжимаем тормоз. Японская скорость. Покажет, действительно маленький. Но для такой роскошной машины я не думаю, что нужен большой багажник. Очень легко осваивается. Первое, это однозначно коробка передачи. R, N, DS, спортивный режим, это все очень легко воспринимается. Плюс к этому меню управления идет на тахометр. Здесь у нас располагается дисплей 12,5 дюймов. Кнопка закрытия-открытия крыши. Это ручник. Это у нас заднее стекло. И имеет две функции. Центральная и вращающая. Поехали! Конечно, хочется признаться, что машины, спорткары имеют какие-то свои определенные ауры. И однозначно у этой машины очень заметный и очень приятный мотор. Рев мотор. Здесь абсолютно все в упрощенной форме. Кнопки на руле. Самая распространенная форма в правой стороне обслуживания телефонов, звонков. Уменьшение звука. Использование меню. Что касается обделки, конечно, здесь карбон. Дорогая кожа. Спортивные кресла. В них, кстати, очень-очень удобно размещается водитель. Дубай на самом деле богат такими местами. Он переполнен дорогими отелями. И каждый отель, это отдельный маленький остров развлечения, рестораны. Все это в невероятно красивых формах. Покажем вам еще одну гостиницу. Эмеральд Талас. Возвращаясь к этому монстру. Немного о его моторе. V10. Объем 5.2. 540 лошадиных сил. И почти 8000 оборотов в минуту. Развивает 100 км в час за 3.5 секунды. Можно говорить до бесконечности. Кстати, как только вы даете почувствовать педали, кто здесь хозяин, почему-то наше табло начинает краснеть. Это сказка! Этот маленький монстр может вас напугать на смерть. Возвращаясь в человеческий образ. Полноприводный автомобиль. 19-дюймовые диски. И шикарный, шикарный, молодежный стиль этой машины реально зашкаливает. Мечта реализовалась. Маленькая мечта, потому что есть еще другая мечта. Это Феррари Портофино. И мы о нем вам расскажем в следующий раз. Относительно открытого верха и тот обзор, который он вам дает, кабриолеты, на мой взгляд, это самое-самое потрясающее для людей, которые хотят познакомиться с этим взором. Вы знаете, что происходит с машинами, которые едят много бензина. Они превращаются в автобусы. И самое интересное в этой машине, что так и хочется даже обогнать встречные машины. Сзади сидения находятся дефлекторы, которые позволяют не задувать салон при высоких скоростях. Следовательно, вы приблизительно можете при скорости 130 ехать так, чтобы вас не выдуло из большинства. Спасибо.